Христос ждет с покаянием людей. Вот для этого мы пришли сюда. Это Содом и Гаморра. А кто это мы? Кто мы? Вы говорите, мы христиане. Мы православные христиане-проповедники. Я вот, вон сидит брат мой. Он там на другом компьютере с людьми беседует. Иногда находим нераздетых. Батюшку благословил? Да. У меня метод митрополита, грамота специальная, как проповедовать по всем странам, всюду. Ну, помогай вам Господь. Спаси Христос. Вы зайдите на наш Ютуб-канал. А как он называется? Во Свете Библии. Канал Во Свете Библии. Игнатий Лапкин, это я. Игнатий Лапкин? Да. Скажите, пожалуйста, вы православные христиане? Православные, православные. Я же показываю вам, что я крещусь. Сектанты-то не крестятся. Сектанты безбородые. Вы зайдите на наш Ютуб, вы увидите, как у нас служба идет, когда митрополит приезжает. Брат у меня протеерей. Родной брат. А вы где проживаете? Город Барнаула, Тайский край. Я уже ответил. Виноват. Мы строим православную деревню с нуля, где нельзя пить, курить, материться, воровать и лгать. Лгать? Да. Если вы... Сложно и бывает ситуация в отношении лжи. Ну, как сложно это? Не лгать им. Все написано в Библии. Дьявол есть отец лжи. Евангелие от Иоанна 8,44. Евангелие от Иоанна говорит, всякая неправда есть грех. В первом послании. Всякая неправда есть грех. А поступок может быть с ложью? Поступок. Поступок. Например, политические выборы. Я пришел и проголосовал, ну, скажем, за коммунистов. А мы не голосуем. А вы не голосуете? Никогда не голосуем. Мы молимся о правителях мира. Всех перечисляем. Каждое утро. Владимира Демитрия, Дональда, Рамзана, Эрдогена, Владимира Атазелинского, Александра Лукашенко. Мы всех поминаем, чтобы не было покушения. Чтобы издавали мудрые законы. О покойных правителей. У меня от них благодарность есть. У меня вышло из печати 38 книг. И я им подарил. В библиотеке мира. А если правитель есть какой-нибудь князь, прямо зла, что называется. Вот Адольф Гитлер. Вы же его не поминаете в молитвах. Нам указание есть. Не судить, а молить за царей начальствующих. Он имеет ответ об умерших царей. Умерших уже определенно. Мы о живых говорим, чтобы мудрые законы давали. Дабы люди могли достойно жить. Да чтобы было из чего уделять нуждающимся. За Дональда Трампа тоже молимся. Да. Молимся только. Нам никто не звонит. Нам зачем нуждают? Да Бог с ним. Мы просто исполняем повеление нашего Господа Иисуса Христа. То есть вы стараетесь следовать Библии по написанному? Ну, по написанному. Посты соблюдаем. Храм ходим. Вот сейчас мы вернулись вечером с вечерни. У нас с тарелкой не ходят по храму. За крещение, за свечи у нас ни за что не платится. Все заранее десятина покрыла. У нас движения нет никакого. Женщины все покрыты, как хиджаби. Два платка. Как Репин, Сурика прессует русских женщин. Вы зайдите на наш Ютуб и вы увидите. Мы единственная такая община в России. Одна такая деревня. А как центральная власть-то русской православной церкви относится к вашему движению? Так, подождите минутку. Подождите. Сейчас, подождите. , подождите. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ну, как власть говорит? В прошлые времена было так. Меня сажали несколько раз, за слово Божие. Я в первой стране распространил архипелаг ГУЛАГ. Брал интервью репрессированных. Стихотворение про Ленина писал, не понравилось. И меня посадили. Только в 87-м освободился. Сколько вы в общей сложности отсидели за веру? Хватит. Хватит, говорится. 26 лет совсем вместе забрать. Психиатрия сколько мучила. У меня руки все повыращены. И все позади. А сейчас хорошие отношения. Я вам сочувствую. Я не о светской власти сейчас вас спросил. Как относится это центральное руководство РПЦ к вашему движению? И в целом поддерживает? Я вот о чем. Ну, сказать именно руководство поддерживать я не могу. Я могу сказать в Алтайском крае у нас. Метрополит. Главный который. Епархия ему. Он приезжает со священнослужителями, с семинаристами, хористами. Вот я где сижу. Он у меня в гостях. Тут рядом храм. Наш храм. Мы сами деревню строили храм. Туда приезжает и там молимся. И все это заснято на нашем видеоканале. Я обязательно посмотрю. У нас особый митрополит. Таких мало в патриархии. Он любит народ. Спасибо. Ну, вы заслуживаете уважения. Я всегда преклонялся перед людьми, которые за те ценности, которые они исповедуют, готовы понести крест. И до конца среди, может быть, недружественной, вот этой общей атмосферы, бороться за свои личные убеждения, которые, может быть, от родителей или самим были выстраданы. Вот у нас, видите, как жалуются, я вспоминаю, министр внутренних дел Нургалеев, и говорит, в стране 3, кажется, с половиной миллиона беспризорных. Я говорю, а что сделали? Ничего. Мне Господь позволил создать лагерь детский, трудовой. И я начальник, ему 45 лет. И в новом формате сейчас еще 3. И за 48 лет ни рубля государству не помогло. Мы поняли тысячи детей. И у нас лозунг. Россия должна встать. Точка. Россия это мы. И вот такие вот все. Россия это мы. А комиссия нас гнобит, приезжает. Мы соответствуем нормам. У нас обыкновенная сортира. Надо, чтобы там мрамор был. Нету. У меня копейки больше нету. За 48 лет ни одного больного, ни один потерянный, ни один сожженный, утонувший. Больные приезжают, уезжают здоровые. Это что-то значит? Я еще раз высказываю полное уважение и где-то зависть и чувство. Вот знаете, какое есть у человека. Почему я этого не смог сделать и никогда не смогу. У меня не хватит ни сил, ни воли. Прости, Господи. Я что хочу сказать. Вот вы мою деятельность одобрите. Я в интернете живу. Да, я учитель, отличник образования Российской Федерации. У меня есть там за отличие в труде, всякие награды и так далее. Это все, что у меня есть. Я в интернете сейчас вот, ну, создал группу. Да, не я ее создал. Ну, я там участвую активно. Около 50 тысяч человек, которая посвящена вопросам Второй мировой войны. Называются по дорогам Второй мировой войны, ну, в соцсети Одноклассники. Мы тоже там не проповедуем ни порнографии, там, не дай бог там ничего такого. Слово Божье мы там не несем. Мы успеваем подвиг наших воинов, погибших за славу Отечества. У меня они все православные были. И дед, который погиб, и мамин, и отчим. Вот деятельность мою вы можете признать полезной? Хоть одобрите меня. Или это все по сравнению суета суета? Видите, ну же, а Господь говорил так. Если человек весь мир приобретет, а душе повредит, какой выкуп нас за душу? Как Лермонтов говорил, есть Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный судья, он ждет. Он недоступен звону златы и мысли, и дела он знает наперед. И вот вы это все сделали. У меня три матерных брата погибли. Отец с фронта пришел без руки. Но если он не верил, допустим, жил для себя, он умер, ничего нету. Веру дает Господь. Христос умер за наши грехи. Он омыл нас кровью. Я вот здесь процента 85 мусульман. А у нас другая книга. Я говорю, не это ли у вас книга главная? Ой, наш Коран. Я говорю, считай, баран, просчитать не можешь. А вы читали? Что читали? У меня вышло из печати 38 томов книг. Каждый том 752 страницы. И 7 томов еще в электронной версии. И один том у меня, 18-й, посвящен Корану. Целиком разбираю суры и аяты в сравнении с Библией. И что за 1300 лет было сказано об этой религии? Великими поэтами, писателями, государственными деятелями, военачальниками. Все здесь. У меня три тома, посвященные еврейскому народу. Разбираю Талмуд. Что за это было? Почему так? Каждый том, повторяю, 752 страницы. Это не брошюрки. В каждом томе 64 страницы святых фотографий. Не успеете вы восхищать, честное слово. А может вы с этим где-то в вашем творчестве ознакомиться? Есть ссылки на канале YouTube? Есть все. Вы запишите только два слова. Игнатий Лапкин. Это я. И зайдите по скайпу. По скайпу ко мне. Игнатий Лапкин. Вас как звать? Иван. Вот Иван. Ну и скажете, я был в очках, в наушниках, чтобы я это понял, принимать или не принимать. Я вас приму в друзья и скину все ресурсы. Как у нас была миссионерская поездка. Я узнал в библиотеке, проверил в странице все бедные. И решил подарить библиотеке России и всего мира свои книги. Полный комплект это 750 евро. Это 31 килограмм и на полке метр сорок занимают. И приехали из Барнаула до Владивостока. Все области и районные центры. Забросили материал книги «Пять тонн границы». Получили заграничные паспорта «Шенгенская зона». Прошли Турцию. Все государства Европы до Стамбула, Лиссабона, Прибалтику и Скандинавии, Север прошли. 650 городов. И Господь позволил мне подарить, не мое это дело Божье, на 35 миллионов рублей. А пенсия 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. Это Бог дает. Вот у меня сейчас на выходе... Я буду гордиться тем, что общался с вами. На выходе у меня сейчас денег нет издать. Четыре тома стихотворений. Каждое стихотворение 36 строчек. Четыре тома по 800 страниц. И у каждой эпиграф священного писания. А бывает 36 строчек, и напротив строчки указаны, откуда взята мысль. Из Библии. Книга, глава, стих. Книга, глава, стих. Чтобы мое стихотворение понять, нужно 36 раз Библию открыть. Хорошо. Как вы относитесь к недоброжелателям Солженицыну, которого тут упомянули? Потому что у нас военно-историчные группы его как-то не пинают. Вы, наверное, об этом догадываетесь. Более колоссальной личности у нас не было, может быть, от времен Достоевского. Я его лично наблюдал. Он к нам приезжал в Кузнец. Ну, я первый в стране. Недавно было написано 30 лет, как опубликовали первые главы архипелага ГУЛАГ «Новый мир». И в литературной газете сразу же появилось опровержение. Это неверно. Православный проповедник из Барнаула Игнатий Лапкин ровно на 10 лет наполнил страну архипелагом ГУЛАГ. Насчитав на пленке, это 9 пленок, 375 метров, звучание одной пленки 8 часов 20 минут. Я ее распространил. У меня тон-студия была. И, ну, то есть, 10 магнитопонов одной кнопкой мог сорвать в 2 дорожки на скорости 17. А слушать на 4,7. У меня было за что судить. Я освободился только в 87-м последний раз. Ну, признание такое. Ну, как это было, что за что судить? У нас вот, я не знаю, как вы относитесь к бактистам, да? У нас был бактист здесь в городе. Отец девятерых детей. Его посадили только за то, что он получал от НТС или еще от какой-то организации зарубежной, литературу, там, не знаю, каким путем. И его за это закрыли. И хозяйка у него осталась одна с девятью детьми. Я миссионер. В моем доме, в моем доме сколько баптистов пришли в православную веру и стали священниками. Вот говорят, евреи захватили, все везде. Я говорю, а что ты сделал для того, чтобы бороться надо-надо? А какое оружие? Любовь. Ко мне в евреи привезли. Часа через три он стал православным. Сейчас священником трудится. Отец Наум Израилевич. Город Тбилиси. У меня приятель крещеный еврей тоже. Вот так. У меня следователь обратился. В тюрьме сколько людей, там, как говорят, сотни людей, может быть, стали на истинный путь. Я там проповедовал, молился, и Господь меня победно провел. Это Божье дело было. Спасибо. Я очень рад общению с вами, тем, чтобы познакомился. Обязуюсь посетить ваш канал. Да, канал, когда зайдете, только канал, потому что в интернете примерно 220 роликов, которые против меня. Патриарши там всякие лютуют. Потому что мы обличаем их за неправды, за сребролюбие, за то, что народ не любят, не учат. А у нас по-другому все. Мы православные, но у нас очень строго. Стоят люди, даже не пошевелятся. Ни денежная система, ни старелка не ходят, ничего. За семь минут мы должны дойти в храм, стали полное молчание. Через семь минут царские врата открываются и начинается богослужение. А мы семь минут стоим, благодарим Бога за прошедшую неделю, чтобы у священника огненное служение было. Высшей православной веры Бог ничего людям еще не давал. Если вы миссионер, а вы миссионер, то вы горячий миссионер с горячим сердцем. Помогаю вам Господь. Я с вами душой и постараюсь немножечко... Вы сказали, учитель, я в последнее время преподавал в пяти университетах, в пяти университетах, в тринадцати школах, в пяти отделах милиции, в городском, краевом, во всех воинских частях, заводах и пабриках, в КГБ и прокуратуре. То есть, места нету, где бы не проповедовал. И всегда являлся с рюкзаком полных Библии и Евангелий доставал. А сейчас где вы находитесь? Такой антураж интересный, как будто молодежное общежитие, честно говоря. А это у нас комната такая. Я когда освободился, ну а теперь-то я реабилитирован был, 4 января 1991 года, я стал судиться. У меня же изъяли, я создал самую крупную в мире панатеку, как считают. И по государственным расценкам это вышло 11 миллиардов теми деньгами. И я выиграл, 11 лет шел суд. А платить нечем. И Бог дал такого судебного исполнителя. Она пришла в городскую администрацию и сказала, арестовывай все счета, ни один бюджетник не получит, пока с Лапкиным не рассчитаетесь. И тогда давай говорить, как нам рассчитать. Я говорю, нам нужны здания. Мы отдельный храм построим. И мне вот дали здесь 13 соток, центральный район города Барнаула. Рядом, о, красивое место. И два здания. Вот я в одном сижу. А это я сделал такие, как нары. Я не знаю, как назвать. Даже палати можно назвать, шконки. Приезжают гости, чтобы было где ночевать. У меня дверь открыта. Всегда была. И мне очень радостно, что столько у меня друзей и столько врагов. О, ползет. Видишь, какая? Не следовало радоваться. Смотри, какая пушистик какая. Да я вижу. Я тоже люблю скотину. Давай, беги. Прелесть. Опа. Вы знаете, не ожидал. Вот в этой социальной сети. Тут помойка. Вы сами знаете прекрасно. Это не одноклассники даже. Здесь жесть. Вас увидеть, это чудо какое-то. У меня две голубятни, у меня голубятни. Я в Барнауле держусь здесь и там. А у нас губернская газета «Алтайская правда». И там большая статья была на развороте. У злого человека голуби не живут. А у меня две голубятни. Иногда даже маленькие здесь в избе держу, они выводятся. Не знаю, но у меня был блатной один знаковод держал. Жулик был такой. Понимаете, какое дело? Выхода по скайпу. По скайпу не забудьте. Игнатий Лапкин. Да, да, да. Прям запишите. Тогда я скину вам материалы. Мы там поговорим. Что-то вообще... Спасибо за приглашение. Не хочу грабить других. Ну ладно. Участников этой дурацкой сети. Надеюсь, вас тут не оскорбят. А если оскорбят, то и не бедут. До свидания, Иван. С Богом. Давайте.